Обнаруженная в военном архиве Москвы карта середины позапрошлого века заставила по-новому взглянуть на историю Сарайшика. Основанный в 13 веке, в 50 километрах от Атрау, городище полон легенд и тайн. Благодаря старой карте часть из них получили документальное подтверждение. Но главное, археологи увидели, что город не исчез под водами Урала, как считалось. Виктор Сутягин продолжит. Из описаний путешественников и купцов было известно. В Сарайшике строились роскошные дворцы, мечети, бани, медресе. Для их возведения привлекались лучшие архитекторы. Была здесь и своя цитадель. Однако подтвердить это археологи не могли. Считалось, что древнее великолепие ушло под воду Урала, на берегу которого был построен город в 13 веке. Но в 2017 году нашими отросскими исследователями в Москве в государственном военном архиве найдена карта, составленная военным топографом Алексеем в 1861 году. И по этому карту мы видим, что почти половина городища и цитадель полностью сохранен в данное время. Выяснить, где находилась цитадель, археологам еще только предстоит. Пока это одна из многочисленных легенд и тайн древнего города. Однако начало раскопок подтвердило точность карты. В противоположной стороне от традиционного места раскопок обнаружены жернова большой мельницы, а затем и фундамент здания. Нашла частичные подтверждения и самые красивые легенды. О красавице принцессе Суинбике, дочери золотардынского хана Женебека. Он правил в 1342 году, в 1357 годах. И он здесь соорудил искусственное озеро, как водоем или как бассейн. И там воду часто меняли. Когда каждый раз меняли, туда сыпали сахар. Потому что, когда вода бывает слаще и чистой, туда много полетали лебедей. И после этого это озеро называлось Лебединое озеро или Сладкое озеро Сарайджука. Когда Суинбике умерла, хан приказал похоронить ее в золотой лодке. Хотя никакого озера в окрестностях города нет, находилось немало людей, отправлявшихся на поиски сокровищ юной принцессы. Но на старой карте близ городища нанесен водоем, который и мог быть искусственным озером. Древнему городу Урал больше не грозит. Завершены работы по сооружению полуторакилометровой бетонной стены, надежно защитившей Сарайшик. Идут работы по созданию в этом сакральном месте музея под открытым небом. Защищенный от Урала, знаменитый Сарайшик вновь станет многолюдным. И как многие столетия назад, здесь зазвучит многоязыкая речь.